Здравствуйте! Я уверена, что о сексе вы знаете абсолютно все. Кого не спроси, у нас все эксперты, но что самое удивительное, говорить о нем боятся вслух, а если говорят, то подхихикивая. И, по сути дела, мы до сих пор не научились честно и откровенно говорить о сексе и его значении в нашей жизни. И я хочу вам сказать, что у секса помимо удовольствия, помимо детородной функции, причем заметьте, что природа фантастически устроила, она такой сложный процесс, как деторождение, обернула в такую приятную обертку удовольствия от секса, что мы этим занимаемся и от этого получаются дети. Но у секса есть еще одна удивительная особенность, о которой вообще не принято говорить, о которой никто никогда, кроме как для здоровья, и не упоминает. Но я не про то, что когда друг другу советуют для здоровья, я совсем про другое, что некоторые формы секса, которые порой считаются девиантными, которые порой считаются невозможными, и мы даже не можем сказать своему партнеру о своих желаниях, чтобы он о нас как-нибудь плохо не подумал, вот именно эти формы секса являются исцеляющими. Причем они могут исцелять не только состояние эмоциональное на момент встречи с таким человеком или на момент самих сексуальных отношений, они исцеляют детские травмы. И как это работает, и почему это происходит, я с огромным удовольствием расскажу вам 5 июля в лектории «Прямая речь». Приходите, будет интересно. Спасибо за просмотр!